Добрый вечер, Гомель. Сегодня уже 23 октября, осень шагает по стране, но это совершенно не значит, дорогие друзья, что ближайшие выходные надо провести на диване. Как обычно, в пятницу я расскажу вам о том, как же культурно провести ближайшие выходные дни. Дело в том, что сегодня мы выходим в эфир между двумя такими любопытными событиями, я бы так сказала. Вчера Гомельская областная филармония открыла новый концертный сезон. Вот каким он будет, расскажет гость в студии. Сегодня это Андрей Глазенков, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Гомельской областной филармонии. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Ну, дорогие друзья, открытие 54-го концертного сезона. Никто не будет спорить, что это событие для артистов и для зрителей, поэтому сразу же примите наше поздравление. Спасибо. Ну, а сейчас такой необычный, наверное, для вас будет вопрос. Андрей, скажите, у вас есть теща? О, ну, конечно, да. Теща есть? Она ходит на ваши концерты? Обычно всегда посещает и старается не пропускать ни одно событие. Вчера была на концертах? Вчера случилось так, что моя супруга, которая была 6 лет в декретном, у нас 2 декрета подряд, решила наконец-то посетить концерт, сходить и поприсутствовать. Поэтому теща осталась с внуками. Осталась с внуками. Дело в том, что в это воскресенье весь мир отмечает День Тещи. Вы знаете, такой удивительный, теплый праздник придумали, на самом деле, американцы еще в прошлом веке. Но сегодня он отмечается ежегодно в разных странах в 4 воскресенье октября. В этом году День Тещи выпадает на 25 октября. То есть в ближайшее воскресенье будем праздновать. Вот почему сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях заслуженная теща. Не могу сказать по-другому. Это Галина Анатольевна Прокопенко. Добрый вечер. Добрый вечер. На аплодисменты, если бы. Да, конечно. Вот Андрей сразу с толком понимает, что такое заслуженная теща. Да, ну, расскажите для начала, сколько у вас зятьев? Три. Три. Три зятя. Ну, по вас не скажешь вообще, что в принципе, да. Спасибо. У вас уже есть внуки, внуков много? Внуков. У меня 9 внуков. И я, вот мы ждем 10-го. Оба. В январе месяце. Вот здесь действительно пора аплодировать. Это да. Дурные продолжительные вопросы. Галина Анатольевна, скажите, в каком возрасте вы впервые стали тещей? Тещей. Тещей. В 35 лет. В 35 лет. Ничего себе. Так что, дорогие друзья, вообще у меня пропали все слова, что называется. Ну, хорошо. Расскажите, три зятя у вас. Да. Вы все живете отдельно? Отдельно, да. То есть это ваша такая принципиальная позиция? Это, ну, наверное, я так детей учила, что вышли замуж. Живите отдельно. Да, не мешайте. Сохраняйте свою семью. Каждый вот, каждый ваш зять оправдал ваши ожидания. Скажем так, вот с каждым ли вы из них нашли общий язык? Ну, вы знаете, я еще и работаю над этим. Потому что вообще, да, могу сказать, что по большому счету, наверное, да, стараюсь очень. В первую очередь работаю над собой, чтобы найти с ними язык общий. Потому что я же понимаю, да, что от этого зависит где-то и счастье моих дочерей. Ну, вообще, Андрей, согласитесь, удивительная такая позиция у тещи, да, которая говорит, что как, я ничего не должна делать, зять с дочерью сами должны, да, все решать. А здесь вот теща, которая работает над собой. Да. Да, вот это очень-очень... Смалчивают где-то, бывает. Но, вы знаете, я вижу результаты положительные. Все-таки правильно, правильно делаю. Правильно делаете, да? Правильно делаю, да. Скажите, давайте мы проверим вашу такую тещину память. Вот помните ли вы дни рождения, день рождения каждого вашего зятя? Ох! Давайте мы назовем каких-то, по именам хотя бы, да, дни рождения. Значит, Дмитрий у меня старший зять, у него старший зять, да. День рождения 23 августа. Значит, средний зять, тоже Дмитрий, 9 мая день рождения у него. И младший... И младший Виктор, да, 22 марта. Ну вот, на самом деле, очень интересно, помнит ли кто-нибудь из ваших вот зятьев именины тещи. Вот это вот любопытно, да. Вот мы прям сейчас и узнаем. Галина Анатольевна, дело в том, что у нас на связи ваш зять Виктор, ваш младший зять Виктор Шипков. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. А, Виктор, ну вы, наверное, в курсе, что сегодня у нас в гостях в студии ваша теща, ваша, я так понимаю, любимая теща, Галина Анатольевна. Скажите, пожалуйста, когда у нее день рождения? Вопрос в лоб. Вопрос в лоб. 12 ноября. Не получилось. Не получилось, да, вот так вот, знаете. Молодец, Виктор. Скажите, пожалуйста, вот расскажите, часто ли вообще ваша семья собирается вместе? Все-таки большая семья получается, да? Это и у вашей супруги-сестры, у них семьи. Девять внуков, десятый на подходе, мы так понимаем. Расскажите, часто ли собираетесь вместе? Если да, что это такие за посиделки, по каким случаям? Ну, стараемся вообще собираться на общие такие праздники, дни рождения. Вопрос, конечно, что не все съезжаются вовремя, вот, но собраться вместе зачастую удается. Скажите, пожалуйста, вам потребовалось, Виктор, много времени понадобилось, вот, чтобы добиться расположения Галины Анатольевны? Ну, как, я и сейчас добиваюсь. И как вы это делаете? Подождите, вот расскажите, Галина Анатольевна, она такая вредная теща или такая покладистая? Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Давайте с разных посмотрим. Ну, хорошая, самая лучшая. Ну, естественно, что вы еще скажете? Что же он может сказать? Виктор, хорошо, тогда, наверное, другой вопрос. Золотая теща, скажем так, вот, хорошая теща, вот, с точки зрения зятя, это какая? Ну, как, это моя. А, ну что, мне кажется, это золотые слова, действительно. Да, очень приятно. Спасибо, Виктор, большое за такие откровенные ответы. Ну, вообще, согласитесь, вот между родственниками не всегда существуют все-таки ровные отношения, что уж тут говорить, и, наверное, не зря так много анекдотов придумано про тещу. Андрей, вот есть какой-нибудь анекдот такой вот, который вы про тещу? Вы знаете, сейчас не вспомню, вот, честно. Дело в том, что, наверное, да, не каждый зять в прямом эфире сможет еще про тещу анекдот рассказать. Поэтому, да, Галина Анатольевна, значит, слово вам. Анекдот есть какой-то интересный про тещу у вас? Вы знаете, да. Расскажите. Даже надо так его... Зять с тещей дома, и зять с тещей говорит, сгоняй мне теща за пивом. Она говорит, да ты что, никогда в жизни я тебе за пивом не пойду. Ну, сходи, там же на первом этаже, это же вот под нами совсем рядышком. Я тебе дам 100 рублей. Ты купишь пиво, зять тещи, да. Я тебе дам 100 рублей, ты купишь пиво, а сдачу себе заберешь. Ну, естественно, теща думает, да ладно, схожу. Пошла, купила пиво, принесла. Он выпивает пиво и говорит, а сходи-ка ты мне, теща, водки купи. Да ты что, вообще? Как это я тебе водку принесу? А я тебе дам 100 рублей, а ты сдачу себе заберешь. Ну, думает, ладно, деньги. Побежала, купила водки ему, принесла. И вот он, значит, еще не допил ее и говорит, теща, а дай-ка я тебе тапком по лбу стукну. Да ты что, совсем? Так я тебе 200 рублей дам. Подумала теща, да ладно уже, получу тапком по лбу. Ну, и, значит, стукнула на ее по лбу, дал деньги, она в комнате себе сидит, денежки пересчитывает. А тут дочка звонит, ну, мужу, зятю. Так. Ну, что ты там маме пенсию отдал? Да вот, отдаю потихоньку. Какой жесткий анекдот. Андрей, вам не знакомы такие ситуации? Нет, совершенно не знакомы. Ну, можно взять на вооружение. Ничего себе. Слушайте, ну, я так понимаю, в вашей жизни таких историй тоже, слава богу, не было. Ну, теперь уже взяла на вооружение вдруг, если. Да. Хорошо, давайте тогда серьезно, вот, на ваш взгляд, Галина Анатольевна, вот, что чаще всего все-таки мешает, вот, жить в мире и согласии родственникам? Почему возникают подобные вот анекдоты? Конечно, это все преувеличенные ситуации, но вот. Ну, преувеличенные, но вы знаете, наверное, чаще всего в жизни все-таки такие ситуации. Я думаю, что в жизни все-таки есть, потому что мама растит свою дочь. Естественно, она, это же моя кровинка, как же это придет чужой какой-то человек, то есть изначально настраивает, что придет чужой человек, и там будет как-то, и она будет несчастлива. И, наверное, оно где-то потом так, и, ну, вот, если даже взять, что, вообще вот то, что делает зять, рассматривается под микроскопом. У него нет права на ошибку, и вот это неправильно. Он такой же нормальный обычный мужчина. Он точно так же формируется в новой семье. Точно, да, поэтому, да, поэтому я считаю, что именно в этом причина. Если касаться вообще в общем вот того, почему как-то не находят общий язык, то я думаю, наверное, здесь вопрос в том, что меньше надо влезать с советами там, где их не просят. А если просят совет, то тогда уже. Андрей, вы часто советуетесь со своей тещей? И вообще, как у вас складываются отношения? На концерты ходят, мне кажется, это уже огромный показатель отношений, да, и уважения определенного. Ну да, отношения в целом у нас достаточно очень доброжелательные внутри семьи, и так же, как и с тещей, и с тестем. Хорошая теща, на ваш взгляд, вот главный секрет какой должен быть? Главный секрет. Виктор сказал, моя. Главный секрет, наверное, может быть, не вмешиваться. Не вмешиваться, или делать-то как можно меньше все-таки, да, вот все дети так вот считают. Все-таки я права, да, не вмешиваться. Но я так понимаю, вы еще размышляете над этим, и с каждым новым зятем вы сами эти выводы к ним приходите. То есть так быстро нельзя взять и стать хорошей тещей? Нет определенной формулы. Здесь надо вот так вот гибко. Но все равно, вот как быть хорошей тещей? Вот один ваш главный секрет какой будет? Вот Андрей считает, не влазить в отношения? Ну, я думаю, вот, наверное, ну как с моей позиции, да, как, например, я думаю, к зятю надо относиться как к сыну. Понимаете? Понимать, что это где-то далекий, но он все же сын. И с годами, с годами он станет родным. Это вот такое мое мнение. Я где-то слышала, что зятю надо любить даже больше, чем собственную дочь. Да. Да, может быть, и в этом есть большой секрет. И где-то бывает, вот когда, если у них какие-то там разногласия, наверное, не зятя надо винить, что это же он плохой, да, а дочери где-то совет дать. Ну, как бы я говорю, ну так ты не права, попробуй с другой стороны подойти, то есть, ну, не руби. Ну, в любом случае, да, вот есть какой-то совет, так что, дорогие друзья, берем его на вооружение. Напоминаю, что в этом году отмечаем Всемирный день тещи 25-го числа, в ближайшее воскресенье. Кстати, Андрей, планируете поздравлять тещу с праздником? Конечно, обязательно. Обязательно в воскресенье пойдете на тещины блины. Ну, в это воскресенье я планирую сходить обязательно с детьми в бассейн. У нас обязательно, я со своими малышами хожу в бассейн, это традиционно. К тому же после вчерашнего концерта есть некоторая усталость и психологическая, и физическая, да, надо уже как-то расслабиться, побольше побыть с семьей. Ну, я думаю, что к теще тоже надо будет заглянуть, у нее день рождения также вот. В эти дни, да? Да, и поэтому надо. Ну, вот практически поздравил в прямом эфире, что называется, да. Ну, что ж, дорогие друзья, обязательно посетите свою тещу, если она у вас есть. Приходите на тещины блины 25 октября в воскресенье, Международный день тещи. Ну, напоминаю, что сегодня программа «Добрый вечер. Гомель» готовится к выходным вместе с дирижером Андреем Глазенковым и заслуженной тещей Галиной Прокопенко. Итак, дорогие друзья, напоминаю, вчера в Гомеле прошел масштабный концерт, посвященный открытию 54-го концертного сезона Гомельской областной филармонии. Андрей, ну, расскажите, как все прошло? Прошло все очень здорово в том плане, что публика принимала очень хорошо. Было достаточно много зрителей. И буквально с первых произведений уже чувствовалось, что наладили уже какой-то контакт со слушателем. Да, возможно, соскучились, да, потому что какой-то период времени мы делали онлайн-записи, мы транслировали по телевидению наши выступления, а теперь, наконец-то, мы встретились, и публика принимала очень хорошо вот с самых первых нот. Галина Анатольевна, вы не были на концерте филармонии вчера? Вот так случилось, что... Вот вы знаете, очень жаль, на самом деле, потому что говорят, что роль первой скрипки была отведена как раз-таки Камерному оркестру и его дирижеру Андрею Глазенкову, который сегодня у нас в гостях. Звучали ваши авторские произведения. Вот расскажите подробнее, почему такая честь именно Камерному оркестру открывает сезон в этом году? Ну, почему честь? Ранее тоже Камерный оркестр открывал уже концертные сезоны, и мы некоторое время с Камерным оркестром хотели сделать программу в каком-то более современном ключе. То есть Камерный оркестр подразумевает классические произведения, исполнение классических композиторов, и я в то время, когда возглавил этот оркестр, у меня изначально появилась такая мысль стать немножко, может быть, современнее и ближе к современному слушателю. И эта программа постепенно как-то нарабатывалась-нарабатывалась по дороге, пока мы делали классические программы, вот у меня рождались какие-то свои авторские произведения. В этих авторских произведениях также еще заключена какая-то, возможно, жизненная моя философия, и в каждом произведении есть определенный смысл, ну, хотя бы смысл в том, что никогда не надо сдаваться, никогда не надо руки опускать, если даже что-то идет, возможно, судьба может так случиться, положит себе на лопатки, вот, но ты должен обязательно встать и идти дальше. То есть вы все это вот взяли и положили на музыку? Да, это все... А что это были, у вас какие-то были сложные истории? Почему, вот почему именно, вот именно вот такие философские мысли вдруг в музыке у вас? Ну, сложные ситуации в жизни, я думаю, бывают у каждого человека, и в каждой семье, и в каждом государстве, мы видим это сейчас в нашей стране, и вообще во всем мире, да, каждый раз, возможно, надо пережить какой-то этап для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы что-то осознать, как-то по-другому вообще посмотреть на мир, на окружающих, на своих близких, опять-таки, может быть, где-то начать больше прислушиваться к каким-то советам, или находить какие-то компромиссы и, ну, в общем, относиться друг к другу более доброжелательно. Вам не кажется, что это очень ответственно? Авторские композиции на таком концерте. Вы вот... Ну да, немножко боялся, но дело в том, что мы уже эти произведения... Зритель принял? Первый раз, когда исполнялось начало вот этих вот произведений, когда только начинал я это делать, это было как раз в прошлом году на музыкальном баттле вместе с Андреем Выцеховским. Я специально поставил начало программы, чтобы посмотреть на реакцию зрителя, а дальше уже пошла уже музыка, которая знакомая, которая людей заводит, которая, ну, как это можно сказать, драйвит, да, вот, и ложится сразу уже на слух. И посмотрел на реакцию, что в целом зритель был доволен и этими произведениями авторскими моими, которые мы делаем с коллективом. Вы говорите, почему вы не говорите о самом главном поводе? Ведь в этом году камерному оркестру-то исполняется 10 лет, и я так понимаю, что это все-таки уже определенная дата для вашего большого такого интересного коллектива. Расскажите, кстати, о вашем коллективе, какой он сегодня? Ну да, это... Ну, дело в том, что 10 лет коллективу, это не совсем моя заслуга, или даже сказать, может быть, совсем не моя. Я руковожу только три года, три последние года. До этого я работал в этом коллективе в качестве солиста и инструменталиста с такими замечательными дирижерами, как Владимир А. Вадок, с основоположником этого коллектива Татьяна Владимировна Томпсон и с дирижером Владимиром Милютиным, который у нас до сих пор работает в коллективе. Он замечательный человек, и я всегда стараюсь прислушиваться к его каким-то советам, хотя иногда у нас не сходятся совершенно. Ну, это нормально. Это то, о чем я говорю, да. Вот как в семье. Муж с женой не всегда могут найти какие-то... Общий язык. Да, общий язык, может быть, не всегда получается найти так же, как, может быть, с тещей или там разные семьи. Какое четкое сравнение, да. То есть это нормальная ситуация. Вот, но это нормальная ситуация в том смысле, если в дальнейшем находится компромисс. Ну, Андрей сегодня у нас в гостях один. Ну, конечно же, без своего оркестра. Но, дорогие друзья, есть возможность напомнить всем вам, что же такое камерный оркестр Гомельской областной филармонии. Вот давайте сразу и посмотрим. У наших зрителей есть уникальная возможность насладиться прекрасными бальными танцами и очень красивой музыкой. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Но поклонники не позволяли. В итоге, да, мне удалось от них вырваться. Родителям пришлось немножко просто подождать. Но мне кажется, вы человек, у которого нет звездной болезни. Как вы относитесь к такой популярности? Это вам мешает или это вас заряжает? Ну, я не думаю, что есть какая-то популярность. И другой вопрос, что я просто, опять-таки, возвращаясь к теме какой-то жизненной философии, для меня более важно не какая-то популярность или звездность, как вы говорите, а стремление именно донести какую-то информацию, свою мысль через музыку. Вот и все. Хорошо, но если этому способствует подобное общение с поклонниками, вы готовы на вот эти вот фотосессии, на постоянные автографы, на постоянные селфи? Ну, все, ради музыки, естественно. Готовы или нет? Ну, немножко тяжеловато, потому что это отвлекает от рабочего процесса. Ну, смотрите, от чего зависит популярность артиста сегодня, как считаете? От чего зависит популярность? Да. Ну, я бы сказал, что вообще самое, возможно, самое главное чем-то отличаться. Вот, ну, или так, если сказать по-современному, зацепить. Так. Вот, есть такая еще песня, Артур Пирожков, если не ошибаюсь, да, вроде бы как совершенно не характерна для дирижера камерного оркестра, да, классического там коллектива, да, и вдруг говорить о таких исполнителях. Ну, чем-то вот он зацепил, да, вот, зацепило меня. Вот. Хотя, ну, говоря о его музыкальности какой-то здесь не приходится, но он просто очень хороший артист, он очень харизматичный человек, и вот это цепляет. Как вы считаете, что сегодня может зацепить вашего слушателя и зрителя? Мы над этим работаем. Но есть уже какие-то, скажем так, идеи, планы, наметки, что конкретно может действительно зацепить сегодня человека, чтобы он пришел на концерт камерного оркестра? Вот. Что это должно быть? Я вижу, что надо отличаться от подобных коллективов, от таких же, вот, допустим, оркестров, которые уже есть. Надо отличаться, и отличаться, ну, как я хочу совместить, казалось бы, невозможно несовместимое, да, классические традиции с современными тенденциями. И, ну, мне кажется, это может быть вполне... Могу ли я предположить, вот, исходя из ваших сейчас слов, что вы считаете, что просто чисто в таком формате классическая музыка сегодня не будет так популярна и не привлечет такое внимание? Вы знаете, классика, она не должна искать какую-то популярность. Это то, что должно просто быть для души, ну, как, без классического образования, без классической музыки, без классической литературы, без живописи в целом нельзя представить, ну, мир. Это то, чем должны интересоваться, это надо обязательно посещать. Это только воздух, вода, вы считаете, да, необходимые вещи? Это обязательно, для того, чтобы понимать вообще, как жили наши предки, как жили люди в века барокко, да, надо слушать, послушать музыку барокко, чтобы прикоснуться именно вот к той размеренности. Сейчас очень быстрый темп, сейчас совершенно другие, ну, другой характер жизни, и это все сказывается на ритме и музыке. Поэтому я считаю, что так же, как мы сейчас не ездим на каретах, мы используем автомобили, да, и постоянно хотим, чтобы они были как-то более усовершенствованы, комфортными, да, чтобы в них был климат-контроль. Также и в музыке слушатель ждет чего-то современного и чего-то нового. Вот климат-контроль какое-то такое интересное обозначение, мне понравилось в музыке, да. Галина Анатольевна, вот забыла спросить, а вы какую музыку любите? Вы знаете, я всякую слушаю, и классику тоже очень люблю. И народные частушки? И народные частушки, и современные, и рэп. И современные, да. Ну, конечно, три зятя, да, три, наверное, разных совершенно. Три совершенно разных. Хочешь, не хочешь, полюбишься на свете. Вообще, многие музыканты, которые приходят вот на наш программ, в эту студию, говорят нам по секрету, всему свету, что называется, да, что очень любят петь в караоке. А вот как артисты филармонии относятся к такому развлечению, позволяют ли себе? Андрей. Ну, честно сказать, вне работы я стараюсь отдыхать от музыки. Вот. В караоке, ну, я не помню, чтобы я когда-либо пел в караоке, как-то не доводилось. Что, кроме музыки, вас вдохновляет? Какие у вас увлечения есть? Увлечения... Ну, я уже поняла, это ваша семья. Это первое увлечение, которое позволяет вам перезагрузиться. Первое, самое главное, да, конечно, это дети, дети, семья. А что касается личного, то это йога, это плавание, это турник, это любая физическая какая-то деятельность. Которая вот именно позволяет, я так понимаю, вам перезагрузиться как-то, да, найти какое-то творческое вдохновение. Или все-таки творческое вдохновение по-другому делается? Вы знаете, здесь не то, чтобы для того, чтобы найти творческое вдохновение. Творческое вдохновение ищется в другом. А здесь как раз-таки отдых надо себе дать для того, чтобы были ресурсы на поиск творческого вдохновения. У артистов и музыкантов в выходные обычно проходят концерты, репетиции, в общем, на работе. Вот как вы мечтаете все-таки провести свободное время? Должна же быть какая-то мечта, вот такая, которая, может быть, еще не сбылась или сбывается очень редко? Взять детей в семью и уехать на море. На море? Как это актуально, да? Такое желание у всех в этом чувствуется. Галина Анатольевна, ну а как вы предпочитаете отдыхать? Культурно, с книгой на диване, на велосипеде, на шашлыках? Какие варианты вам ближе? Вы знаете, это все под настроение. Я люблю вот все, что вы назвали. Если с книгой на диване, то это должна быть какая-то книга, которая, ну не знаю, вдохновляет меня, что-то интересное. Если культурно, то это может быть и театр, это может быть посещение какого-то любого мероприятия. Или это может быть цирк даже. Очень люблю цирк. Вы знаете, я тоже люблю цирк. Да, я так люблю цирк. Очень люблю цирк. До сих пор. Поэтому мы иногда позволяем, сможем без детей туда пойти. Мы там, конечно, как белые вороны. Я впервые слышу такое, да, девять внуков, а вы ходите. Мы тихонько ходим для отдыха. Слушайте, молодцы. Молодцы, здорово. Ну, скажите, пожалуйста, вот если рассматривать идею культурного отдыха, куда бы отворялись в первую очередь? В цирк, в театр или вот на концерт классической музыки, например? Вы знаете, наверное, на концерт классической. Когда ближайший концерт? Вот уже Гальна Анатольевна уже ожидает прямо все наши зрители. Был вчера, пропустили. Да, когда ближайший? Планируется, что такое мероприятие? Ну, сейчас у нас планируется, вы знаете, я сейчас вот не припомню концертный план конкретно наш, но концерты, конечно, планируются. Тут надо следить за афишами, надо, да, у нас ожидаются выезды, у нас ожидаются гастроли некоторые. Точно еще с датой и точные программы не скажу. Мы вас еще ждем в любом случае. Ну что ж, дорогие друзья, а вот как отдыхают жители Чечерского района? Давайте узнаем из телефонного звонка. У нас на связи директор местного дома культуры Татьяна Тульженко. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, телезрители. Очень рада слышать вас вот так вот в нашем эфире. Татьяна, ну расскажите, как вы предпочитаете отдыхать и кто вообще в вашей семье решает, где и как провести свободное время? Наташа, спасибо за вопрос. Очень чудесный вопрос. Мы люди творческие, предпочитаем отдыхать, конечно, по большей степени в покое, в тишине и в нашей семье. Ну, мы в основном, конечно, солидарно решаем, опрашиваем друг друга, вводим траекторию наших интересов и принимаем все вместе решения. Ну, конечно, чуть-чуть, карту главенства я оставляю себе. Но мы любим прогуливаться по нашему городу прекрасному. Сегодня у нас, мы переживаем уже, находимся в осени красивой, красивейший парк, красивейшие улицы. Наводят на них порядок и в то же время столько листовую, такие впечатления, красота такая необыкновенная. Рядом у нас наши населенные пункты, где у нас лес, речка. Поэтому прогуливаемся вот таким образом, насыщаемся воздухом, любуемся природой в таком ключе. Предложите какой-нибудь интересный вариант для семейного отдыха нашим зрителям, которые сейчас смотрят нашу программу. Конечно. Первый вариант, Наташа, всегда я как патриотка нашего города и района говорю, конечно же, берем семью, садимся в автомобиль и срочно в Чечерский район. Так, хорошо. Конечно. С какой бы стороны мы ни ехали, нас всегда есть чем удивить наших гостей. То ли это залезская сторона, мы ее называем, там мы снова-снова реанимировали и, скажем так, даже не реанимировали, а дали новый толчок дыханию. Заработало наше старство Бабы-Яги. И флешмоб, и танцы, и интереснейшие мероприятия, программа, песни, блюда белорусской кухни. Разнообразие как детям, так и взрослым будет приятно. Опять же, поворачиваем на другую сторону, встречаемся с нашей прекрасной хозяюшкой Ириной, где аромат просто хлеба головокружительный. А, это музей хлеба, да, музей хлеба уникальный. Музей хлеба, конечно, у Ирины. Чуть дальше, чуть-чуть, пару километров в сторону, и там наши лесные герои. Это у нас проекты, о которых я говорила неоднократно. Усадьба Ледяного Деда, это зимой. А весной, летом и осенью мы ходим по сказочным тропинкам, развлекаемся. Такой тоже интерактивный проект, это наши Меркуловичи. Продолжаем ехать за СОЖ, как мы называем. Мы, знаете, как это горожане и жители района. За СОЖ и перед СОЖ. Снова начал действовать наш чудесный центр ткачества, где всей семьей мы вот его немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть останавливали. Да, центр ткачества, это бабичи. Там у нас прекрасная и кухня, и гостевая комната. И там, где вы можете сами мастер-класс, прям своими руками нас садимся за станочек и готовим салфеточку или там, не знаю, платочек. Учимся ткать. То, что можно успеть, да. Хозяюшка наша Людмила Николаевна очень-очень гостеприимная. Татьяна, спасибо. Очень-очень много, я смотрю, у вас на Чечерщине очень много, скажем, интересных не просто проектов, а мест, где можно действительно отдыхать всей семьей. Всей семьей, безусловно. Что, скажите, вот в ближайшие выходные какие-то мероприятия интересные, я не знаю, концерты, спектакли, что будет в Чечерске в субботу-воскресенье? В субботу-воскресенье мы собираемся провести, значит, корпоративы, мы открыли такую услугу для себя. Знаете, приходите к нам в Дом культуры, дорогие гости, и мы организуем ваш праздник практически под ключ. Поэтому мы дарим нашим горожанам, да, веселые выходные, плюс, конечно же, это танцы развлечения, конечно же, детские программы. И пока позволяет погода, снова же прогулки по городу, развлечения в нашем детском парке, безусловно, детском городке. Ну, и вот в этом ключе, как я сказала бы, стационарно, но, в принципе, в связи со сложившейся ситуацией, таким образом мы думаем, что наши горожане не останутся одни и гости нашего города. Татьяна, спасибо вам большое. Ну, как видите, дорогие друзья, в Чечерске культурная жизнь бьет ключом, так что, если есть желание, и вас заинтересовала вот такая вот информация. Ну, что ж, выбираемся в выходные, едем в Чечерск. Татьяна, спасибо большое. Директор Дома культуры города Чечерского района Татьяна Тульженко только что была у нас на связи. Ну, а что касается города Гомель, так вот, Гомельский областной драматический театр в эти выходные приглашает на спектакли. В субботу в 7 часов вечера на сцене театра покажут музыкальную комедию «Дамы и гусары», а в воскресенье вечером комедию «Ужин по-французски». Кстати, главные роли в этом спектакле исполняют Анастасия Задорина и Сергей Логутенко. Молодежный театр представит завтра, в субботу, гастроли Минского областного драматического театра. Это будет спектакль «Фокусы жизни» по мотивам пьесы Вуди Алина «Парящая лампочка». Ну, стоит вообще отметить, дорогие друзья, что театральная жизнь в этом октябре очень насыщенная. Вот, например, театр «Кукол». Гомельский театр «Кукол» также удивляет. В этом сезоне 24 октября в субботу здесь покажут премьерный спектакль «Импровизацию жили-были» по мотивам стихов Самуила Маршака и народных потешек. Ну, а 25 октября в воскресенье любимая детская сказка «Снежная королева». Не знаю, как кто, а я эту сказку люблю до сих пор. Начало детского спектакля в 11 часов. Ну, еще одна премьера, совершенно, скажем так, другая. В эти дни, выходные в Гомеле, 25 октября, театр «Без слов», театр «Клоунады» и «Пантомимы» представляет новый комедийный спектакль «Дурдом в коммуналке». Вот символично накануне Дня тещи, да, вот символично. Ну, дорогие друзья, в общем, если вы действительно хотите улыбнуться, усмехнуться, рассмеяться и вообще окунуться в мир женского юмора, сходите на «Дурдом в коммуналке». 25 октября на сцене Центра инклюзивной культуры состоятся сразу два спектакля в 15.00 и в 17.00. Кстати, автор этого знаменитого спектакля «Дурдом в коммуналке» Ирина Типугина, известная клоунесса, руководитель Гомельского театра «Клоунады» и «Пантомимы Без слов». Все ее проекты обычно поднимают настроение. Вот такую подводку делаю не зря, сейчас все поймете сами. Для начала хочу спросить, Галина Анатольевна, вот я смотрю, вы сняли шарфик перед эфиром, то есть вы носите такие аксессуары, да? Много у вас такого шарфа? Есть. Есть. Ну что ж, дело в том, что, оказывается, этот женский аксессуар можно использовать и по-другому. И вот прямо сейчас Ирина Типугина предлагает нам вот такой вот вариант. Давайте посмотрим. И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже познакомились с вами с жонглированием мечами, а сегодня я вас познакомлю с такими интересными платочками, которыми также можно жонглировать. И первое, что мы делаем, мы правильно берем платочек. Он у нас вот такой квадратный, но должны его взять за центр. Для этого мы можем сложить квадратиком, либо, как невесту, фату одеть и взять сверху. Держим тремя пальчиками. И первое, что мы делаем, мы учимся ловить. Подбрасываем, ловим, подбрасываем, ловим, подбрасываем, ловим, подбрасываем, ловим. Когда летит вниз платок, ни в коем случае не дайте ему лететь в полном, развернутом виде. Иначе поднять его вверх будет сложно. Ловите его хваткой вниз, чтобы он у вас был в такой собранной кучке. Этому, я думаю, вы научитесь быстро. И так же, как мячи, мы рисуем х и по этому х ведем наши платочки. Раз-два, оп! Раз-два, споймали. Раз-два, споймали. Раз-два, споймали. Раз-два, споймали. Раз-два, споймали. Раз-два, споймали. Когда у вас будет получаться и это, добавляйте третий платок. А сейчас обращаем внимание, как платочки нужно держать в свободной руке. Один платок вы можете взять так, как вам удобно. Там, где два платка, первый платочек держим тремя пальцами. Второй зажимаем безымянным и мизинцем, для того, чтобы между ними было расстояние, и они не спутались, чтобы вам было удобно. И начинаем. Раз-два, три. Когда начинаете, старайтесь называть цвета. Тогда вам будет легче запомнить, кто за кем идет. При этом можете двигаться, можете танцевать, можете сделать круг вокруг себя. И вот такое волшебство можете показать вечером родителям. Всем здоровья! Согласитесь, дорогие друзья, жонглирование шарфики – прекрасная идея для, допустим, скучного осеннего вечера. Вот попробуйте, убедитесь в этом сами. Я вот заметила, что во время этого видео, да, Галина Анатольевна, практиковалась. Покажите, вы уже научились, да, жонглировать. Нет, я бы сначала сложила, не получилось. Ну, у нас там надо два-три, а у нас один шарфик. Да, да, один. Ну, что-то такое. И главное ловить. Да, главное ловить. И красиво, и очень так для настроения, по крайней мере. Ну что ж, благодарим Алине Типугину за такой интересный очередной мастер-класс. Напоминаю, дорогие друзья, что в эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы строим планы на ближайшие выходные дни с дирижером Андреем Глазенковым и, скажем так, заслуженной тещей Галиной Прокопенко. Ну, вчера Гомельская областная филармония открыла новый сезон. Мы уже об этом поговорили сегодня в передаче. Про планы. Вот какие планы на новый сезон, Андрей, у филармонии, у камерного оркестра, учитывая все-таки вот эти сложные полгода, с которыми столкнулись музыканты, артисты, связанные вот с эпидемией, как-то сейчас вы уже четко знаете, что будете делать? Или всего боитесь еще до сих пор? Ну, во-первых, я не боялся изначально ничего. Единственное, что, ну, некоторые меры, да, надо принимать и в коллективе, возможно, да, вот сейчас все рекомендации надо стараться выполнять. Но планы у нас, конечно, работать, работать и работать. Если вдруг мы не сможем собирать залы и проводить концерты оффлайн, что называется, да, то, значит, надо переходить в онлайн и какие-то трансляции. Если же нет, то надо делать просто программы на будущее и работать над новыми постановками, новыми программами. В планах, конечно, очень много всего. Главное все успевать. Для того, чтобы все успевать, надо отметать все, что считаешь второстепенным. Это, в принципе, закон на все случаи жизни. Вот это касается не только работы, а касается всего. Ну, я вообще вот заметила, что вы любите очень удивлять своих поклонников. Вы и сегодня об этом тоже говорили. Постоянно экспериментируете на концертах, объединяете что-то, то, что совершенно, казалось бы, на первый взгляд не объединяется. И наверняка у вас, как у талантливого вот такого человека, у талантливого дирижера, музыканта, есть какие-то такие идеи, задумки, которые даже вам, кажется, может быть, на данный момент каким-то сумасшедшими, совершенно невыполнимыми. Ну, я не знаю, сыграть на одной сцене с каким-нибудь величайшим музыкантом или выступить где-нибудь, я не знаю, там, на Эфелевой башне, ну, что-нибудь. Вот что-нибудь подобное существует в ваших моментах. Да, я частенько говорю, вот, в последнее время, особенно на репетициях даже, говорю, я хочу, чтобы этот коллектив выступил в Карнеги Холл. Это, конечно, больше просто планка, как бы, для того, чтобы расти, понятно, что... Или сделать проект на миллион долларов, да. Понятно, что суть не в том, чтобы миллион, да, получить, а в том, чтобы просто поставить себе планку для того, чтобы был какой-то рост. Вот, если говорить более детально о каких-то проектах, то сейчас мне хотелось бы сделать какую-то программу для детей. Вот, но чтобы детям было максимально интересно, чтобы они могли, чтобы они были практически задействованы во всем этом мероприятии, во всем этом действии. И они могли и где-то и погрустить, и посмеяться, и... Ну, вплоть до того, что полное безобразие, то, что они делают дома, когда... И все под музыку, да? Да, когда они могут себя чувствовать абсолютно свободными, вот, и сжиться вместе с коллективом, который выступает на сцене. Ну, я же говорю, человек неординарный, на самом деле, сегодня у нас в гостях, да. Его идеи, во-первых, они у него фонтанируют, да. Во-вторых, я уже боюсь даже и вопрос-то задавать. А в следующий раз, да, его задам более аккуратно, а то было не остановить такие идеи. Ого-го. Ну, на самом деле, хочу вернуться к теме эпидемии, с которой столкнулись. Минздрав-то сейчас вторую волну объявляет и дает уже рекомендации отменять массовые мероприятия. Я понимаю, что артисты пока еще даже не готовы воспринимать эту информацию. Только-только вернулись на концертные площадки, только-только стали приходить зрители. Но в любом случае это может произойти. Ну, на данный момент, я так понимаю, да, филармония концерты продолжает. Только, ну, с соблюдением уже определенных каких-то мер безопасности. Но дело в том, что, дорогие друзья, стоит отметить, что медики сегодня бьют тревогу не только по поводу второй волны ковида. Инсульты называют одним из самых распространенных заболеваний 21 века. Вот на следующей неделе в Гомелю пройдет день борьбы с инсультом. Подробности этого проекта расскажет координатор областной инсультной школы «Сегодня и завтра». Это доктор медицинских наук, профессор Наталья Викторовна Голиновская. У нас на связи. Наталья Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Рада слышать вас в эфире. Наталья Викторовна, ну расскажите, как пройдет у нас вот день борьбы с инсультами, какие мероприятия запланированы? День борьбы с инсультом – это традиционная акция, которую мы проводим уже не первый год. Обычно в этот день мы напоминаем людям о том, что инсульт есть, что он тяжелый, и даже если он не коснулся конкретно вас в данный момент, то это может случиться с кем-то из родственников, близких или друзей. В это непростое время, к сожалению, мы очень ограничены в контактах с людьми, но тем не менее мы постараемся напомнить людям о том, что есть инсульт, как распознать его первые признаки, что нужно делать при их появлении. Нам будет активно помогать наши средства массовой информации, а также мы постараемся донести эту информацию с помощью технических средств по поликлиникам и стационарам нашего города. Когда состоится, вот мы говорим об этом, а самое главное не сказали, дата определена на следующей неделе, когда это будет происходить? Да, конечно, 29 октября, с самого утра мы начнем нашу акцию. И я призываю граждан активно участвовать. С 11 до часа в газете «Гомельской ведомости» пройдет горячая линия по обсуждению вопросов факторов риска инсульта, профилактики инсульта и необходимых действий при его возникновении. Также можно будет услышать информацию о факторах риска инсульта по радио и по телевидению. То есть, если есть какие-то вопросы, что-то беспокоит, можно спокойно задать это по прямой телефонной линии. Правильно я понимаю? Да, конечно. Скажите, вот на ваш взгляд, зачем нужны вот такие дни информирования, дни профилактики? И учитывая вот ваш опыт, что они дают? Какой результат все-таки можно уже наблюдать? К сожалению, инсульт – очень тяжелое заболевание. Его называют тихим убийцем, поскольку инсульт не приводит к каким-то болевым ощущениям. Он возникает утром, либо в обед, после ночного и дневного сна. И, к несчастью, он приводит к очень тяжелым последствиям, когда человек, который еще вчера мог себя отслуживать, играть с детьми, ходить за покупками, не может просто пройти по квартире и приготовить себе ужин. Нужно напоминать о том, что инсульт – это ситуация, которую нужно избежать. Это достаточно просто. Необходимо просто трансформировать свой образ жизни. А также необходимо помнить о том, что на сегодняшний день существуют эффективные методы лечения инсульта. Но они очень зависят от времени обращения в скорую помощь после первых признаков его возникновения. И вот эти дни информирования, я так понимаю, дают нам возможность, по крайней мере, владеть уже какой-то самой-самой последней информацией. Спасибо большое. Но вы знаете, не могу не спросить вас, Наталья Викторовна, потому что население сегодня обеспокоено, конечно же, в том числе и второй волной коронавируса. Вот что вы, как доктор медицинских наук, как профессор, можете порекомендовать нашим зрителям? Конечно, время очень тяжелое. Конечно, в настоящее время стоит соблюдать элементарные правила защиты себя от инфекции. Обязательно носите маски, обязательно соблюдайте социальную дистанцию. Но если случилась катастрофа, если вы нашли у себя или своих близких первые признаки инсульта, это абсолютное показание к тому, чтобы немедленно позвонить в скорую помощь и обратиться в больницу для проведения лечения. В больницах организованы все необходимые условия и в соблюдении меры инфекционного контроля вам окажут необходимую помощь. Это позволит сохранить не только жизнь, но и качество этой жизни, что очень важно для наших пациентов. Спасибо вам большое. Мы вам желаем хороших выходных. Напоминаю, дорогие друзья, в эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы, можно сказать, уже строили планы на выходные дни, потому что передача заканчивается, с дирижером камерного оркестра, с художественным руководителем этого коллектива. Наша Гомельская областная филармония, Андрей Глазенков у нас вот в гостях, и заслуженная теща, я прямо вот не боюсь этого звания вашего, мне она очень нравится, это Галина Прокопенко. Ну, вообще по традиции, наши зрители рассказывают, какие у них планы, наши гости рассказывают, какие планы на выходные дни. Я уже знаю, что Андрей собирается в бассейн, обязательно пойдет к теще. Да, ну, а расскажите вы, как будете отдыхать, Галина Анатольевна, учитывая, что все-таки воскресенье, международный день тещи. Ваш праздник. А вот, знаете, подумала, вот я уже здесь вот так вот как-то мне... Наверное, я поеду к своему младшему зятю. Так. К Виктору Шибкову. Да, нанесу ему визит. Вот, так что, я думаю, он сейчас нас слышит, будет готовиться. Вот, и рассмотрю вариант посещения Ветковского музея. Там, где будет мастер-класс по предденью. Ну что ж, мне очень радостно, что наша программа вот так вот позволила вам скорректировать, да, вот такие планы на выходные дни. Что пожелаем нашим зрителям накануне выходных, Андрей? Постоянного, неисчерпаемого оптимизма и всего самого лучшего крепкого здоровья, конечно. Несмотря ни на что, надо всегда идти вперед и верить в свои силы. Спасибо. Спасибо большое вам слово. Что пожелаем? Хорошего дня, побольше ярких каких-то моментов, которые мы сами для себя и создаем. То есть заниматься теми делами, которые радуют нашу душу. Ну, а я бы хотела присоединиться к вашим пожеланиям и, наверное, пожелать еще побольше красивой музыки, дорогие друзья, в эти выходные дни. И вот вы знаете, чтобы все-таки поднять настроение нашим зрителям накануне выходных, я предлагаю посмотреть фрагмент, ну, на мой взгляд, уникального концерта. Такой музыкальный баттл с участием как раз-таки оркестра, которым руководит Андрей Глазенков, сегодняшний гость нашей программы. Кстати, спасибо вам большое за участие, ну, а мы наслаждаемся музыкой. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Я желаю вам только хороших выходных и до новых встреч в эфире. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok